Продолжение следует... 3 головки лука, 200 грамм шампиона, 2 яиц, 3 головки чеснока. Поехали, будем делать рис с грибами. Первое, с которой мы начинаем, нарезаем наш лук. Нарезаем его на кубики. Вот таким образом режем лук на кубики. После лука берем терку и натеряем нашу морковку. Вот таким образом натираем весь наша морковка. И уже пришло време нарезать нашими грибочками. Режем их на 4 части. Вот так. Не надо си да их измерчат. Просто на 3-4 части. Щоби не бъли очень большие. Музыка. 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 Итак, друзья, наша заготовка уже готова. Нарезали наши грибочки, лучок, морковка. А потом покажу, что будем делать с нашими яблочками. Сейчас беремся за сковородку и отправляемся к плите. Так, друзья, в хорошо разогретая сковородка добавляем масло. Вот так, столько масла хватает. И после масла сразу добавляем наш ручок. Убираем все, чтобы все добавить в наши сковородки. Лук жарим на средний огонь, но не забываем его перемешивать. Пока лук жарится, рядом с него будем добавить еще одна сковородка, в которой наливаем масло, чтобы потушилась наша морковка. Вот берем морковку и она тоже входит в свою сковородку. Раскладываем ее хорошо под ней. И закрываем крышкой. Так, друзья, когда рис достигнет вот такого хорошего стеклянного цвета, его перемешиваем и к нему добавляем уже наш рис. Чтобы и рис тоже поджарился. Набираем хорошенько. Добавляем. И перемешиваем. Когда рисок получится тоже стеклянный, тогда уже можем добавить наши грибочки. Чтобы чуть-чуть и они прожарились. Вот, друзья, как видим, если мы перемешиваем наш рис, он может сладиться заодно. Чтобы это не получалось, мы можем здесь добавить просто полстакана кипячую воду. Это кипяток просто. Вот, добавляем. И уже оставляем вот так. Сейчас как раз самый тот момент, в который уже можно добавить наши грибочки. Потому что у нас рис стеклянный уже получился. И добавляем здесь нашими грибочками. Вот так. Все вот это чудо перемешиваем. Вот, смотрите, друзья. Когда наша консистенция ставят вот такая, то уже наши грибочки готовы. Готовы. Для следующего этапа выпекания нашего риса. Вот так. Сейчас как раз можем добавить наши морковки. Наша морковка тоже здесь добавляем. Она хорошенько пропущилась. И вот добавляем сюда. Хорошо все убираем. Добавляем ее сюда. И все, штатно. Продолжаем. Перемешиваем. И все. Уже готовы. Переходить на следующем этапе. Когда будем выпекать все это в духовке. Итак, друзья. Перед тем, чтобы браться за наш противень, нам сначала надо нарезать эти хорошие яблочки. Яблочки разрезаем. Чистим семечки от них. Вот таким образом. Откладываем семечки. И вот так чистим. Тоже следващия половинка. Яблочки нарезаем на кубики. Вот, дорогие друзья, как нарезали наши яблоки. И, как видите, примерно вот так они должны быть нарезаны. Добавляем в наш противень наш рис, грибочки и наша морковка, которую мы уже поджарили на сковороде. Как видите, все горячее. Поэтому сейчас к нему мы добавляем обязательно кипяток. Вот где-то столько хватает, чтобы рис получил достаточно количественной влажности. И здесь мы добавляем наше яблоко. Вот так. Хорошо перемешиваем вся эта масса, чтобы яблоко распределилось равномерно в наш противень. И добавляем соль. Наверное, надо было с ложкой соль взять, но уже вот так взял. Добавляем соли. И добавляем чёрный перец. Вот так. Вот столько чёрный перец хватает. Снова с шательностью перемешиваем. Вот так. И уже всё это дело можно отправиться в нашей духовке. Вот, друзья, как выглядит наше блюдо внутри духовки. Причём до этого момента, когда рис будет готовый, будет мягкий и заберёт в себя воду. Итак, друзья, на следующем этапе нам понадобится миксер. Берём нашу простоквашу, высыпаем её здесь. И берём наши яички, тоже здесь их высыпаем. Вот таким образом. Берём наш миксер и начинаем всё это дело. Перемешават. Вот так. Много шоу надо перемешать и яичка. Иплата паша. Вот, друзья, когда наш рис разварится до такой степени, само е време да добавим наш чеснок. Вытешили наш рисок с духовки и сейчас надо добавить наш чеснок. Просто берём вот так и его сажаем помежду рисом. Надо его быстро добавить, потому что вернём всё это допекаться ещё на два раза. и отправляем заново на ещё 10 минут. Это в духовке. Вот, друзья, когда наш рис уже и чеснок станут мягкие, просто добавляем вот здесь вот это простокваши и разбитые яйца наверху. Везде добавляем, чтобы сделать верхнего слоя нашего блюда. Стараемся везде, что попало, потому что это будет самое-самое вкусное от нашего блюда. Вот так добавили. Можно возьмём ложку и это где осталось, просто вот так его убрать. Сейчас берём тоже ложку и где не успел попасть, его доталкиваем таким образом и отправляем наше блюдо ещё на 10 минут в духовке, чтобы верхнего слоя спеться хорошо. Вот, друзья, когда наше блюдо готово, оно выглядит именно вот так, как вы сейчас его видите. Сейчас его будем доставать на столе и будем его пробовать. Перетошили наше блюдо из духовки и оно выглядит вот так. Верхний слой получился очень аппетитно, вкусно. Вообще, оно должно быть обалденно вкусное блюдо. Если вы подождёте ещё чуть-чуть, мы его разрежем и посмотрите, какое оно вкусное. Ну вот, друзья, настал тот самый момент, в который мы пробуем то, что мы сделали. Отрезаем кусок. вот такой треугольный кусочек. Берём эту ложку. Если у вас есть шпатулка, ещё даже лучше. Достаём вот так. и как видите, это получилось просто невероятно. невероятно. Грибочки очень хорошо прожарились. Рис смотрите, какой аппетитный. Самое вкусное у нас наверх. Вот это, это слой, который мы сделали, это самое-самое вкусное. Какой рецепт вы не увидите негде в интернет только у меня на канале.